Новый законопроект о масс-медиа одобрили в первом чтении сегодня в Можелисе. Рабочая группа рассмотрела около 50 поправок. Какие из них вызвали дискуссии в обществе и чем в целом об условленной необходимости их принятия разбиралась Анна Илья Дельхоза. Реагировать на запросы журналистов госорганы теперь должны будут оперативнее. В проекте закона о масс-медиа сроки подготовки ответов на письменные запросы СМИ сократились с 7 до 5 рабочих дней. Вместе с тем госорганы обяжут опровергать недостоверную информацию, если такую разместили на ведомственных сайтах и в соцсетях. Среди других новелл рассматривается введение грантового финансирования частных медиаресурсов. Для более эффективной реализации государственной информационной политики в рамках законопроекта будет осуществлен переход на грантовое финансирование. В частности, оно будет ориентировано на творческую составляющую проекта. Еще одна новелла в законопроекте – норма об исковой давности. Срок в планах сократить до трех лет. То есть, простыми словами, обратиться в суд с иском на редакции казахстанцы смогут лишь в течение этого периода времени со дня публикации материала. А СМИ, в свою очередь, обяжут хранить архивы. Сейчас по действующему закону определенный период времени не предусмотрен. В целом, документ направлен на совершенствование законодательства в сфере масс-медиа. Большинство поправок мы поддерживаем. Все пункты будут еще обсуждаться во втором чтении. Но, безусловно, есть и спорные моменты. Открытым остается вопрос введения пресс-карт. Новелла вызвала бурное обсуждение в медиасообществе. По мнению депутатов, норма может привести к дискриминации и разделению журналистов. Я сам журналист с 30-летним стажем. Я работал в государственных СМИ, в негосударственных СМИ, в зарубежных СМИ. Пресс-карта – это лишняя опека. Я категорически против нее выступаю. Нам не нужны особые журналисты. Нам не нужна сегрегация журналистов. Потому что комиссия выбирает людей, которые могут получить пресс-карту. Ну, понятно же, что комиссия – это люди. В рабочей группе 100 человек. И депутатов достаточно много. И депутаты придерживаются моей точки зрения пресс-карте не быть в законе. Но делать какие-то выводы еще рано. Вполне возможно, что норму и вовсе исключат, отметила министр культуры и информации. Айда Балаева заверила, при принятии окончательного решения обязательно учтут мнение представителей СМИ. А сам механизм, по ее словам, был разработан как альтернатива действующей аккредитации. По ограничению по стажу, ограничению эти все нормы, да, действительно, я согласна, нужно их убрать. И другой вопрос. Наша задача была автоматизировать, облегчить ваш труд. Чтобы вы данные о журналисте или же данные о технических средствах все время не перепроверяли и автоматизированно проходили. Разработка законопроекта стала необходимой мерой, отметила глава ведомства. По ее словам, действующие нормы приняли больше 20 лет назад. Вносили десятки поправок. А за это время инфополе полностью изменилось. Министр также подчеркнула, спорные моменты еще будут обсуждать и пересматривать до второго чтения. Анель Едель, Казасер Кунырбаев, Хабар 24.